В России что будет совершенно непонятно? Рабочая виза. Здравствуйте. Мир разделился. Либо ты айтишник, и у тебя все хорошо. Тебя везде ждут. Для нас Россия — это не равно россияне. Вы представители бизнеса. Поэтому, ребят, мы вас поддерживаем. Мы называли это релокацией, сейчас мы чаще называем это эвакуацией. Наша задача в ближайшие два месяца — переориентироваться на европейские, азиатские, американские рынки. Сейчас почти что невозможно доказать, что деньги, привезенные из России, не так не ассоциированы с государством. Привет, друзья. Это YouTube-канал Forbes. Меня зовут Ярослав Бабушкин. Мы готовили для вас совсем другие выпуски, исторические, развлекательные интервью. Но сегодня это выпускать неэтично. Поэтому мы целыми днями в Zoom общаемся с предпринимателями, бизнесменами, узнаем, как обстоят дела в их компаниях, какие решения принимают они, увольняют ли они сотрудников. И вообще говорим о том, что сегодня происходит с российской экономикой. Сегодня мы поговорим про релокацию, проще говоря, про переезд, перевоз бизнеса за рубеж. После того, как 24 февраля Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине, последовали жесткие санкции и закрытие воздушного пространства многих стран. Это стало отправной точкой для многих российских компаний, айтишников, творческих людей и многих других. Они начали искать пути отступления или наступления, смотря как посмотреть. Желающих сменить место жительства на время или навсегда стало настолько много, что цены на билеты выросли в разы буквально за несколько дней. В мире появились новые популярные направления для русских стартаперов и веб-разработчиков. Если раньше многие из них стремились в США, на Кипр или в Чехию, например, то теперь Грузия и Армения чуть ли не основные точки на IT-карте. И это понятно. Европейская вакцина не нужна, как и Шенген с визой. А в Армении даже загранпаспорт не потребуется. Многие говорят по-русски, цены в этих странах не кусаются. Некоторые крупные IT-компании говорят, что Армения с большим энтузиазмом воспринимает это переселение IT-народов, готова всячески ему благоволить и способствовать. Про Грузию же рассказывают, что там все не так сладко. Страна еще не забыла вооруженный конфликт Южной Осетии 2008 года, в котором участвовала Россия. В некоторых банках, например, отказываются открывать счета для россиян. Да и на улице можно встретиться с недружелюбными приветствиями. Некоторые компании также рассматривают сейчас Казахстан, Азербайджан, Турцию и азиатские страны. Все по той же причине. Легкость, релокации. Но, несмотря на это, путь в Европу и Америку, на удивление, до сих пор открыт. О том, куда ехать, насколько это сложно, дорого и имеет ли вообще смысл, мы поговорим сегодня с нашими экспертами, представителями компаний, помогающих с релокацией, компаниями, которые уже покинули Россию и людьми, которые успели обосноваться за границей и могут рассказать, насколько там рады русским. Не форцы. Настя, скажи, слово «релокация» вообще давно появилось в обиходе? Как будто бы только сегодня у меня ощущение такое. Ну, по нашим ощущениям, сегодня о нем узнало как раз-таки большое количество людей, судя по заявкам. Для айтишников «релокация» — это давно известное слово, которое в узких кругах передается от одного к другому для тех, кто рассматривает жизнь на рубеже. Скажите, как изменилась ситуация с вашим бизнесом условно месяц назад и сегодня? Что по заявкам, что по жиотажу, какие сложности новые вводные? Может быть, в мире что-то изменилось, Михаил? Изменилось довольно сильно. То есть, если раньше мы получали какое-то количество десятков заявок в день, то сейчас мы получаем какое-то количество сотен заявок в день. То есть, мне все время приходит интро от разных венчурных инвесторов, от предпринимателей, от айти-специалистов. Они все коммуницируют друг с другом, они все организовывают свой большой исход. Сейчас вопрос даже стоит не в формате, что как мне переехать в Великобританию на спане какого-то количества недель или месяцев, а где я могу податься на визу в Великобритании, если я улечу завтра или сегодня вечером. По нашим данным, многие крупные компании сейчас перевозят своих сотрудников в другие страны. Правда, говорить об этом они, как и их работники, категорически отказываются, боятся. Некоторые даже подписывают NDA, договор о неразглашении. Нередко они даже не называют это словом релокация, просто временная поддержка сотрудников. Людям выделяют по несколько тысяч долларов на переезд, помогают купить билеты, найти жилье и перебраться в безопасное место. Где вы сейчас находитесь? Я во Франции, на юге Франции. Как сейчас обстановка на юге Франции? Спокойно напряженная, потому что все, конечно, в курсе происходящей ситуации и не могут оставаться в стороне, с одной стороны, с другой стороны. Жизнь здесь намного спокойнее, чем где-либо. Ваша компания, насколько я понимаю, занимается в основном тем, что помогает с релокацией российским бизнесом. Вы знаете, мы занимаемся уже 7 лет, просто раньше мы это называли выходом на международные рынки, сейчас мы, потом мы называли это релокацией, сейчас мы чаще называем это эвакуацией. Сколько людей, по вашим ощущениям, сейчас, вот сколько бизнесов переезжает, что за последнюю неделю произошло? Сейчас поменялось следующее. Мне сложно представить бизнес в России, который не является государственным, который не думает о переезде. У меня ощущение вот такое. И это главное, что произошло. Такого не было никогда. Что это за страны сегодня могут быть? Ну, для русских, очевидно, самое простое, куда можно поехать, это Дубай, наверное, и Турция. Что еще? Вы знаете, очень многие едут в Грузию, в Армению, где без виз и просто достаточно, да, выбраться. В основном фрилансеры туда перебираются и какие-то IT-команды. Понятно, что, да, Дубай никуда не делись, просто достаточно это дороже. Турция, самое вот направление популярное, Кипр. Кипр сейчас сделал прям процедуру быстрого признания, получения статуса инновационной компании. Поэтому быстрее там стали работать процессы. И, как ни странно, несмотря на все политические заявления, многие европейские страны продолжают собирать мозги и технологии. И программы стартап-виз, поэтому, например, не закрыли. Хотя закрыли золотые визы, закрыли фрилансерские визы. А вот для инновационных технологических команд пока что ВНЖ открыты, европейские. А расскажите вот про некоторые страны, может быть, поподробнее. Кто предлагает, какие условия, куда можно действительно поехать талантливым IT-шником, что делать в 22-м году, если ты не IT-шник. Мир разделился. Либо ты IT-шник, и у тебя все хорошо, либо ты… Да, тебя везде ждут, тебя и отсрочку в России дают, и вообще ты просто нужен всем. И это во всем мире, и это никак не связано с какими-то ситуациями кризисными. Это просто так жизнь поменялась. Но смотрите, значит, сейчас работают какие страны и активно продолжают работать. Британия продолжает программу Global Talent, и они говорят, мы считаем, что в этом кризисе не виноваты простые предприниматели, тем более это точно не стартаперы и IT-шники все это устроили, и поэтому будем их продолжать брать. С такие стороны, как Франция, сейчас делают огромную ставку на то, что к ним приедет огромное количество IT-стартапов, и открыли для этого все двери и дали огромную поддержку. Вот Испания, как всегда, и Португалия отстают, хотя они тоже гонятся, но Португалия – это больше страна для фрилансеров. Испания – это… они пытаются, соответственно, принимать новые законы в стартапизах, но медленно все это происходит, поэтому, конечно, они отстают. Сейчас работают хорошо программы Британии, работает очень хорошо программа Франции, Кипра, можно забыть на какое-то время про Прибалтику. И Португалия – очень все медленно, они формально все программы работают, но при этом огромные пробки по 6 месяцев надо ждать рассмотрения заявки. Но это для именно стартап-предпринимателей, их продолжают рассматривать, потому что фрилансеров фактически поставили на паузу. Ну и все, что связано с золотыми визами – это сейчас политический скандал во всей Европе, и эти программы просто заморожены. А что с людьми, у которых были золотые визы до того, как это случилось? С задним числом ни у кого их не отбирают. Тут скорее скандалы были с продажей паспортов, и на Кипре – это всем известный скандал, в Англии сейчас вторая волна идет. Вот все, что касается явных, больших и необоснованных денег, да, то есть когда у людей слишком много денег, и это слишком на виду. Вот такие скандалы сейчас политические, они как бы интересны, и возможно будут какие-то расследования. Но так, чтобы массово у всех отзывались золотые визы, и тем более в Португалии, этого никто не ждет, конечно. Просто приостановили программу. Давайте для наших зрителей поясним, что такое золотые визы. Насколько я понимаю, это долгое время существующая программа, которая в последнее время в Европе вызывает скандалы, когда люди просто с кэшем приезжают, условно говоря, на Кипр, покупают там недвижимости на миллион долларов, например, да? Какая была сумма? Миллион долларов? В разных странах по-разному. В Португалии 350 тысяч, в Испании 500 тысяч, на Кипре миллион, и потом два даже было. И после этого тебе дают паспорт, и ты полноценно являешься гражданином? Где-то паспорт сразу, да, и ты полноценно являешься гражданином ЕС. И другие страны ЕС, которые не продавали такие паспорта, они в какой-то момент возмутились и сказали, вы продаете доступ ко всей нашей инфраструктуре, как бы весь ЕС, да? Но при этом никто ничего не получает, просто раздуваются цены на недвижимость, простым людям негде жить, потому что цены растут, да, они вынуждены куда-то прятаться. И экономика, по большому счету, ничего не получает. Поэтому и даже до этих кризисных всех политических событий был большой тренд на то, чтобы сворачивать эти программы и делать большую ставку именно на программы в формате стартап-виза про технологии мозги. Потому что тут создание рабочих мест хотя бы идет. Вы сказали, что Франция оказывает огромную поддержку, но лично для меня Франция это страна огромных налогов, регуляторики. И я бы не сказал, что это страна, которая предрасположена к богатым людям, наоборот, это такая очень социалистичная страна. Что за огромная поддержка, о которой идет речь? У меня пока стартаперы и айтишники не ассоциируются с богатыми людьми, которые покупают замки или гектары земли, да? И, наверное, Франция будет и дальше прижимать и облагать налогом на роскошь тех, у кого по 26 гектаров земли и куча недвижимости, и они ей вообще не пользуются или пользуются раз в два года. И, возможно, это даже правильно. Это социалистическая страна, здесь 30% расходов на социалку от ВВП, это абсолютно рекорд в мире. Но при этом Макрон своей политической программой сделал появление 40 единорогов и обогнать Германию в гонке за Британией по уровню развитости венчурной экосистемы. Поэтому были сделаны беспрецедентные инвестиции вливания государственных денег в венчурный сектор. Была создана одна из лучших программ стартап-виза French Tech Passport Talent, самая быстрая и самая удобная на данный момент, когда БНЖ дает сразу на 4 года с правом на работу, на всю семью, на огромную команду. Было создано большое количество инкубаторов и различных программ финансирования. И с точки зрения налогов для стартапов здесь огромное количество год налогов. Сразу дается вид на жительство на 4 года. А что для этого нужно? Как оформляется эта заявка? Программа стартап-виза сама по себе, она по-разному везде называется, но логика всегда одна. Смотрят на три вещи. Первое – это на какой рынок вы идете, он растущий, он перспективный. Второе – ваше решение, является ли оно инновационным. Говоря проще, какие новые технологии вы используете или методики, есть ли в этом что-то новое. Третье – опыт команды. Если команда уже провалила три стартапа, это хорошо. Если не провалила ни одного, ну, это похуже. Поэтому надо проваливать стартапы. Или успешные делать, конечно, что сложнее. Почему именно Португалия? Почему не другая какая-нибудь европейская страна? Целый набор факторов, которые мы изучали, форок входа, насколько долго рассматриваются документы, налогообложение, готовность достаточно быстро трудоустроить сотрудников и, соответственно, предоставить им право на работу в этой стране. По этим критериям сейчас в нашем топе Португалия, Литва и Нидерланды. Но Португалия лидирует. Вы не изучали переезд по стартап-визе, по подобным программам? Конечно. Но, собственно, мы таким образом и планируем релокацию в Португалию. То есть те места, где находится сейчас команда, Турция и Грузия, это, скорее, временное убежище для того, чтобы переждать и получить официальную возможность релокироваться как предпринимателем. Считали это по деньгам? Насколько это дорого релокировать сотрудников в Португалию? Насколько сильно отличается там просто жизнь? Если говорить про наших текущих партнеров, с которыми мы обсуждаем эту возможность, то прайс примерно такой. 2000 евро открытие компании непосредственно и 2000 за каждую релокированную семью. Достаточно удобно, что можно переезжать сразу с семьей. И, собственно, кост идет за группу людей, а не за каждого конкретного человека. Сколько занимает времени релокировать компанию с 15 человек? Мы понимаем, что сроки, которые нам сейчас заявляют партнеры, помогающие процесс организовать, могут быть иными. То есть сейчас мы говорим про два месяца от подачи документов до подтверждения права компании оперировать в государстве. И еще полтора месяца на то, чтобы релокировать сотрудников. Но мы предполагаем, что это может затянуться на 4-6 месяцев. Основной у нас портфель клиентский, он из России. Поэтому наша задача в ближайшие два месяца переориентироваться. И мы уже запустили все процессы для этого на европейские, азиатские, американские рынки. Но мы довольно универсальными вещами занимаемся. Цифровые реплики известных людей нужны для рекламы, фильммейкинга. В целом индустрии развлечений. Россия здесь далеко не чемпион, поэтому мы чувствуем себя уверенно. Как называется ваша компания, чем занимаетесь и чем занимаетесь сейчас конкретно? Наша компания называется Mission Tech. У нас всегда были три основные направления деятельности. Мы занимались релокацией компаний и основателей, снимая с них всю головную боль. Второе, мы закрывали для них все, что касается операционки, налоги, куда детей в школу устроить, как организовать рабочие визы. И третье, скаутили технологические стартапы для европейских венчурных фондов. Какая ситуация сегодня, Алексей? Можете сравнить то, что было месяц назад и последние дни? Ну, глобальным отличием от того, что происходит, является то, что посольство Латвии и России временно, временно, подчеркиваю, временно приостановило выдачу туристических виз, но при этом вчера, позавчера начало предоставлять туристические визы посольства Италии. Стартап программы Латвии продолжается. В первые дни, я думаю, были какие-то истерики, но буквально на второй день со стороны государственного аппарата стали поступать положительные комментарии, что сейчас готовится программа, как бы это все сохранить и приумножить. Сегодня премьер-министр вообще выступил, вчера выступил с комментарием о том, что человек может любить Россию, гордиться своей страной, жить в другой европейской стране и не выражать публичную поддержку тому, что происходит. И это нормально, и мы должны с этим вместе жить. Сколько стоит переезд в Латвию? Что дает эта программа, по которой вы помогаете с релокацией предпринимателям? Сколько стоит переезд, сумма всегда достаточно абстрактная, 10-20 тысяч евро на человека. Что касается самой программы, она была придумана в 2017 году, был принят отдельный стартап-закон, по которому основатели высокотехнологических масштабируемых инновационных компаний могли получать вид на жительство в Латвии, пользоваться различной инфраструктурой, доступом к налоговым лиготам. Эта программа сохраняется, все эти три года законодательство постоянно улучшалось. За месяц, за полтора основатели действительно могут получить карточку, могут получить компанию. Счета, да, понятно, бывают, соответственно, кейсы, когда люди говорят, а вот мы не можем получить карту три месяца, то, да, понятно, что миграция не приспособлена к тому, чтобы обслуживать, ну, не знаю, десятки тысяч. Но в целом все, соответственно, работает так, как написано в законе. То есть, несмотря на эту всю панику, ситуация с релокацией, вообще не изменилась вы, хотите сказать, в Латвии? Не изменилась ситуация с конкретным количеством людей, которые действительно берут и уезжают, потому что, как вы правильно сказали, действительно происходит паника. И пишут люди, у меня дизайн студии, это стартап, я срочно хочу уехать. Но есть огромное количество людей в чарах, посвященных релокации. Люди делают необдуманные действия, но если потом мы все это конвертируем в количество людей, которые реально выехали в Европу, чтобы запускать свои высокотехнологичные продукты, я уверен абсолютно, что их процент будет относительно общей массы неизменным. А в чем плюсы именно Латвии, например, вот сравнить с другими странами? Ну, понятное дело, что это ближе нам, наверное, по менталитету. Латвия находится такой в пограничной зоне, потому что люди удивляются, в каком социализме живут в Испании, в Португалии. В Люксембурге последний Ашан закрывается в 8 вечера. Латвия – это такая пограничная страна. Более того, не дай бог вас заставить торопить итальянцев или еще кого-то, или спрашивать, где наш договор. Я думаю, после этого интеграцию в местной комьюнити можно заканчивать. Латвия находится посередине. Она, соответственно, к нам немножко морально близка, и все же не совсем такая, ну, я бы сказал, спокойная Европа. Второе – это налоги. То есть Латвия – нулевой корпоративный налог на прибыль. Вы платите только 20%, если вы распределяете дивиденды. А также есть доступ к налоговым льготам, по аналогии со Сколково. В-третьих, это очень быстро. То есть, как я говорил, например, в Германии у меня товарищи не могут 10 месяцев сделать рабочую визу. В Латвии выдаю ее за 2. Ну и, соответственно, все общие процессы по стартап-визе тоже раньше можно было реализовать за 1 месяц. Помимо этого, основателям стартапа в течение трех лет нет необходимости платить, смогу себе минимальную зарплату, и можно сэкономить по аналогии с другими программами 250 тысяч евро на всю команду. Когда вы компания на ранней стадии, естественно, для вас каждая копейка действительно на счету. Планируете ли вы переезд из России? Мы уже, можно сказать, наверное, как несколько месяцев, много месяцев переехали. Мы находимся сейчас в головном офисе в Грузии. Заранее было какое-то ощущение, что будут какие-то события не очень хорошие. И поэтому, с точки зрения международного развития, вот открыли юрлицу в Грузии, и туда реализовывали часть команды. И вот сейчас остальная команда планируется переезд. Грузия звучит отлично. Горы Хачапури, Винохин, Кали, кое-где даже море есть. Многие местные говорят по-русски, и цены куда ниже российских. Ведь так? Сейчас в связи с историей с курсом, наша жизнь вообще здесь стала намного в разы сложнее. И я вообще сама пытаюсь сейчас привыкнуть к новым реалиям и научиться с ними жить. Сейчас вот просто тебе приведу пример. Квартира, которую мы снимаем на протяжении вот нескольких месяцев уже, обходилась нам в 30 тысяч рублей. За один день она стала нам стоить 51 тысячу рублей. Просто вот из-за курса, из-за того, что грузинский лари очень зависит от доллара. Доллар уехал, и, соответственно, рублю пришел конец. Все мое окружение, кто переехали вместе со мной, после меня, мы все продолжали работать удаленно на Россию. И вот, собственно, основная сложность сейчас для русских экспатов, скажем так, это найти работу, которая бы приносила деньги в валюте. Потому что изначально здесь с рублями было очень комфортно. Ты получаешь рубли, меняешь их в ларе и живешь себе спокойненько. Но Грузия, насколько я знаю, не такая дорогая страна. Это дешевле, чем Петербург. Слушай, да, это дешевле, чем Петербург. Но тоже зависит от того, что сравнивать. Есть такой стереотип, что в Грузии все супер дешево. На самом деле, когда мы только приехали в мае 2021 года, это правда было как будто бы так. Особенно на жилье это сказывалось. Но за последний год, в принципе, Ярослав, очень много изменилось. Количество мигрантов из Белоруссии, Украины и России за этот год, это просто какое-то абсолютно запредельное количество. Более того, сейчас вот все говорят о том, что на рынке недвижимости спрос превышает предложение. Что квартиры просто закончились уже, потому что люди едут с таким темпом. Отношения местного населения, нет ли отторжения к беженцам, как это бывает, как мы это видим в Англии, в Берлине, как это было. Грузии да уже очень давно обижены на русский народ. Другой вопрос в том, что все здравомыслящие ребята понимают прекрасно, что есть население, что есть правительство. Грузинская бюрократия максимально упразднена, и сделать тут все очень просто и легко, и очень хорошо тут принимают русских людей. Но есть такой момент, что сейчас все резко изменилось. Вчера, например, таксист отказался везти русских ребят. Грузинские банки тоже объявили бойкот, теперь не заводят счета людям, гражданам РФ. И я уверена, что это только начало интернационального бойкота, скажем так. У меня, например, знакомого уволили одним днем с западного сайта просто за принадлежность к нашей стране. Я тебя сейчас называю локальные случаи такой откровенной русофобии. В целом люди понимают все. Грузия сейчас действительно одно из самых популярных направлений для переезда из России. Многих местных, правда, толпа россиян уже изрядно раздражают. Но тем не менее, эта страна в данный момент одна из самых благоприятных для переезда. Может быть, есть подводные камни, которые стоит узнать нашим зрителям о переезде в Грузию, об открытии кампании, там, может быть, есть лайфхаки, о которых стоит знать. Кампания в Грузии открывается очень быстро, буквально за 15 минут. Там аналогичный российский центр госуслуг, где специалисты, в том числе, говорят на русском. И в целом, с точки зрения, ну, менталитета и коммуникации русскоговорящему человеку будет очень просто в Грузии освоиться. С точки зрения лайфхаков, ну, наверное, сейчас основной лайфхак, это как попасть в Грузию физически. Пока вроде как пускают по сухопутной границе на машине, и можно залететь на самолете. Ну, прямых рейсов в Грузии в России нет. Можно залететь с одной пересадкой через другие страны. А есть ли вот по направлениям компаниям различные льготы? Может быть, я не знаю, в Грузии больше ждут айтишников, меньше ждут, я не знаю, нефтянников? В целом, сейчас им интересно, конечно, прежде всего, сильные какие-то айти-проекты, потому что огромное преимущество айти в том, что, ну, по сути, нужен только хороший интернет, хорошая команда и там хороший ноутбук, да? Либо вот проекты, как наши, туристические, да, Грузия очень славится туристом, конкуренция есть, она хорошая. Туризм, все, что связано с здоровьем, то есть, там, проекты какие-то по йоге, wellness, фитнес, это тоже там актуально. Все, что связано с ивентами, там, люди любят тусоваться, и там, привозить звезд, какие-то вечеринки устраивать, это тоже может зайти. Ну, и сейчас они поняли, что, когда нет ресурсов, надо привлекать мозги, и поэтому стараются создать условия для того, чтобы айтишники приезжали. С точки зрения различных госпрограмм, очень много, можно кредиты взять под небольшие проценты. Все зависит от того, ну, мы когда последний раз разговаривали, там, и речь шла, там, 3, там, 5, 7 процентов с комфортными достаточными условиями на развитие. Также есть программы по софинансированию каких-то проектов, то есть, если ты, ну, вот в нашем случае, если ты складываешь там часть какую-то своих денег, да, государство может сверху дофинансировать этот проект, если он там будет привлекателен для региона и, соответственно, даст возможность получить с этого проекта налоги в бюджет, да, и трудоустроить, создать какие-то рабочие места для, там, местных граждан. Скорее всего, в итоге вся команда, которая все еще остается там в России, если вообще будет возможность, там, физическая какая-то, наверное, потихоньку будем перебираться. Хотелось как-то делать это постепенно, не спеша так, но вот, может быть, получится так, что кофту в охапку, детей в другую охапку, чемодан же, ну, и все, ладно. В Европу или Америку сейчас переехать куда сложнее, чем в Грузию, но все-таки возможно. Давайте сравним Францию и Британию. Смотрите, в Британии есть несколько программ очень интересных, одна из них Global Talent, который является уникальной. Это похоже на Оуан Визу американскую. Оуан Виза, насколько я понимаю, это виза талантов, а О1, которую дают исключительным личностям, актерам, блогерам, там, ученым и прочим, и прочим. Все правильно я говорю? Да, все правильно. Просто в Британии ее получить в миллион раз проще. При этом нет привязки к какому-то конкретному работодателю и даже нет привязки к конкретному проекту, как в случае со стартап-визой, который в Британии тоже есть. Вам от одного до пяти лет на ваш выбор дают право на работу в Великобритании, а дальше вы как свободный радикал элемент, можете встраиваться в разные проекты, устраиваться на работу, делать свой проект и так далее. Это очень удобно. А есть налоговые льготы и во Франции, и в Англии, потому что многие переезжают без какого-то запаса денег? Если у вас нет денег, у вас и не будет налогов. Поэтому все очень просто. В Европе очень простой принцип. До миллиона долларов у вас обычно нет проблем с налогой, после миллиона долларов у вас есть деньги на хороших юристов, которые вам все законным способом оптимизируют. Это первое. Второе. Налоговые льготы есть везде для всех начинающих инновационных компаний и малых бизнесов. Причем в Великобритании они очень большие. Например, там можно получить 2 миллиона долларов и фунтов. Это просто один из примеров. Достаточно большие суммы на компенсацию расходов на зарплаты разработчиков. Из государственного. То есть это возврат средств происходит. То есть есть масса механизмов, начиная с грантовой поддержки. Достаточно большой. То есть богатые страны, северные страны в основном, у них очень развита грантовая поддержка на различного рода проекты. И налоговые льготы для начинающих компаний, они очень большие. Но я вам скажу, что вот мы работаем через Великобританию. Мы работаем уже не первый год. У нас нет специальных налоговых льгот, но очень удобная система администрирования. Все очень просто, прозрачно. И мы не чувствуем каких-то больших налогов. То есть если посчитать суммарно все налоги, которые платит компания в России сейчас, именно бизнес, как бизнес, они не намного ниже. Может быть фрилансеры или самозанятые, которые платят 6 или 4% по патенту, это чувствуют. Но любой бизнес на самом деле в Европе может платить налоги даже меньше, чем в России. Законно. Такой легкий переезд касается только IT предпринимателей. Правильно? У IT предпринимателей больше возможностей. То есть есть определенные сферы, которые подпадают под эти налоговые льготы, и которые не подпадают. И, конечно, для IT-шников их больше. Но вообще малый бизнес в Европе, он больше защищен. И налоговая здесь не является каким-то органом преследования, а скорее органом поддержки, который помогает сделать правильно и не наделать ошибок. К счастью для этих специалистов, которые планируют переезд в Англию, есть ряд стран, которые позволяют подавать заявку УНИ. То есть это страны, в которых россияне или белорусы и украинцы могут находиться без визы. То есть на данный момент мы смотрим на Азербайджан, на Грузию, Армению, Казахстан. То есть это те страны, на которые россияне могут рассчитывать для подачи на визу в случае, если визовые центры в Москве или в целом России не будут оперировать. Вы же, насколько я понимаю, занимаетесь IT-специалистами не просто так, потому что их везде как бы ждут и все их хотят. А есть ли какие-то другие специалисты, на ваш взгляд, я понимаю, что это не ваш профиль, но вообще в которых заинтересованы европейские страны, Штаты? Мы смотрим на визы Global Talent, то есть рабочая виза в любом случае, она выдается в любой специализации, в любым категориям людей, вне зависимости от того, чем они занимаются. Если у них есть работодатель outside, который хочет их перевести, рабочая виза, здравствуйте. А, соответственно, если мы смотрим на визы выдающихся талантов, то, например, Великобритания выдает визы выдающихся талантов не только в ТЭК. Это разные категории арт, искусств, это разные категории инжиниринга, фэшн, науки и так далее. Наша основная специализация так, но сейчас свободные художники, мне кажется, уезжают далеко не в меньшем количестве через такие же типы визы. Сколько это времени занимает? Сколько это стоит денег? В среднем на подготовку кейса занимает от месяца до трех, если идти в таком очень бодром режиме. Обычно это 3-4 месяца. Такие компании, как наша, мы берем фиксированную сумму за подготовку заявки и отвечаем за ее качество. То есть мы делаем первичный асессмент. Если мы берем человека, мы готовы сделать ему полный рефанд, если он не получает визу. Сколько это стоит? На данный момент у нас это 5 тысяч фондов за заявку. За одну заявку? К сожалению, да, да, да. К сожалению, курс сейчас растет, и для россиян становится дороже для тех, у кого была зарплата или сбережения в рублях. Королевство как-нибудь поддерживает тебя? Здесь я бы сказала, что Великобритания поддерживает с другой стороны. Она по визе таланта приравнивает права человека, по сути, к правам британцев. Что это значит? Что можно предоустроиться на любое место работы, без дополнительных сложностей. Можно открывать бизнес, можно быть фрилансером, можно ничего не делать. Великобритания, он открыт, и здесь огромное количество работы для тех, у кого есть разрешение. Получая вот эту визу талантов, да, вы являетесь при этом человеком, который может хранить на счетах более 50 тысяч долларов. Вот в последние новостями мы видели, что Великобритания ввела для граждан России такое ограничение. Вообще за последнее время появились ли еще какие-нибудь ограничения? В данный момент мы видим, что общая позиция, она для нерезидентов Великобритании. Что нерезиденты Великобритании не смогут хранить больше 50 тысяч фунтов на банковских счетах. Пока это на данный момент времени, это не, по идее, не касается, не должно коснуться тех, кто является резидентом, и Global Count Visa, и рабочая виза, и виза жены, и виза инвестора, которой, к сожалению, уже нет. И какая угодно виза является виза резидента, кроме туристической, очевидно. Мы тоже рассматриваем для себя возможность получения какого-то постоянного статуса какой-то, желательно, страны, входящей в ЕС. Просто сейчас, к сожалению, из-за всех этих событий отношение к русскому паспорту стало достаточно таким, ну, как сказать, осторожным и скептическим. А что рассматриваете? Под наши критерии сейчас подходят несколько стран. Первое – это Восточная Европа, это Эстония и Латвия. И очень просто с точки зрения языка и менталитета Эстония и Латвия. У них есть программа, конкретно, прям, стартап-из. Можно туда заехать, получить там ВНЖ на год, на два, и дальше его там продлевать. Потом аналогичная программа действует в Финляндии. В Финляндии тоже можно по стартап-изе туда заехать и вплоть до двух лет сразу получить ВНЖ на команду и сразу на всю семью. Такие же программы очень комфортные в Италии, и Испании, и Португалии. Португалия закрыла прием заявок сейчас. Ну, по крайней мере, вот буквально вчера мы обещались с моей коллегой, знакомой, и она сказала, что они в Португалии еще в прошлом году открыли компанию, даже начали платить налоги с точки зрения, там, сделать релокацию в России. Но вот сейчас, когда они подали документы на получение уже рабочей визы на въезд, им отказали. Поэтому они сейчас не знают, что делать. И официально Португалия объявила, что пока вот заявки не принимают. Вот остальные страны, вроде как, пока заявки принимают, я буквально вчера уточнял Финляндию и Латвию, пока принимают, проблем нет. Вроде как Испания еще. Еще заявки можно подать во Францию, но и в Германию. Но Франция, Германия очень дорогая там жизнь, и там есть определенные требования к языку, инвестициям и так далее. Поэтому очень много программ сейчас есть актуальных, и вот смотрим, выбираем, куда можно было бы. и поехать, чтобы дальше развивать глэмпинг. Видимо, нам придется делать это уже в Европе, потому что в России что будет с туризмом совершенно непонятно, и вообще что будет дальше непонятно. А заявок из Европы на открытие новых точек достаточно много поступает от наших экспатов, проживающих в разных странах. Вот сейчас общаемся с Черногорией, Испанией и Новой Зеландией. И сейчас, буквально сегодня утром обсуждали вообще, что делать завтра. Сейчас, конечно, честно говоря, происходит паника и неразбериха. Вот про Латинскую Америку тоже часто слышал в последнее время. Как там относятся к бизнесу из России? Они политически в этом плане более нейтральны, конечно, но, значит, что известно точно, что это большая развивающаяся экономика, там есть деньги. При этом там есть огромный запрос на модернизацию всех отраслей экономики на новые технологии и очень хорошее отношение к, так сказать, советским или постсоветским специалистам, да, потому что они их помнят еще. И поэтому все, что из России воспринимается с технической, например, на грани технической гениальности. В Европе, чтобы стать своим, нужно ходить в детский сад. Вот с детсада своего возраста надо жить во Франции и надо детей отдать с двух лет в детский сад, когда они станут французами или близко к французам. Все остальные тут будут всегда экспатами, но отношение к экспатам очень хорошее. А по поводу Латинской Америки там есть, может быть, на примере каких-то стран подобные программы, как в Британии, в Франции? Конечно, подобные программы есть почти во всех странах, но самое известное и самое интересное – это стартап Чили. Они дают стартап-визу, они дают 40 тысяч долларов тем, кто к ним прошел. И это достаточно развитый регион Латинской Америки. Чили, да? Чили, да, считается Чили неким полигоном для отработки новых технологий, которые потом расползаются по Латинской Америке. И очень многие американские инвесторы любят инвестировать в проекты, которые прошли эту программу. А безопасно вообще в Чили вы были, нет? В Чили безопасно. Я не проходил эту программу сам, но несколько наших клиентов они проходили. Но нужен испанский язык на уровне бытовых вопросов, чтобы как бы коммуницировать с местным населением. Для самой программы достаточно английского. А 40 тысяч долларов это на что, на реализацию проекта вам дается? Это дается на прохождение акселератора, для того, чтобы команда могла туда приехать и поучаствовать в этой программе. А, то есть если вы даже с нулем, ну условно говоря, без бюджета на переезд прошли эту программу, то вам предоставят 40 тысяч долларов, чтобы хотя бы попробовать что-то сделать? Нет, 40 тысяч долларов дадут вам даже для того, чтобы вы приехали и приняли участие в этой программе. Давайте еще про то, где раздают деньги, всем будет интересно. С точки зрения того, как получить деньги в Европе, есть разные способы. Во-первых, все, что касается наукоемких проектов уровня диптех. Огромное количество грантовых программ, из которых можно участвовать. Для этого потребуется стать участником какого-то европейского консорциума. Мы помогаем такие собирать, поэтому это очень сложно, долго, но оправдано с точки зрения репутации и долгосрочных инвестиций. Вторая, конечно, история, это очень развитая индустрия бизнес-ангелов. Бизнес-ангелы здесь собираются в синдикаты и могут инвестировать достаточно много денег. Это не какие-то маленькие истории. Почему надо брать именно европейские деньги, даже когда есть свои российские? Это очень важный вопрос, потому что, во-первых, это умные деньги, люди со связями, которые могут открывать двери к клиентам, партнерам, и это важно. И, во-вторых, это репутация, избавление от российских отличностей. Сейчас почти что невозможно доказать, что деньги, привезенные из России, на которые был построен проект, никак не ассоциированы с государством, которое сейчас под санкцией. Что касается переезда в Америку, это сейчас возможно для перенесения бизнеса? Расскажите про Штаты. Америка, наконец-то, разморозила стартап-визу. При Обаме была принята эта программа, Трамп ее заморозил, и Байден разморозил. Это именно программа, она помогает в упрощенном порядке получить право на временное пребывание в США командам стартапов, которые получили местные инвестиции в размере 250 тысяч долларов. Это в основном команды, которые приехали в свое время и прошли какой-то акселератор американский, им дали деньги, и потом у них не было возможности остаться. Им приходилось сделать L1-визу, про которую мы говорили сегодня ранее. Это было долг, домуторно, и мешало работать. Поэтому они приняли такой законопроект. С моей точки зрения, это одна из удобных программ, о которой нужно обязательно узнать и попробовать ей воспользоваться. Вторая опция – это двигаться через Канаду. Канаду стартап-виза хорошая программа, рассматривают долго, но у них там есть рынок, и из Канады очень удобно взаимодействовать с американскими инвесторами, тестировать американский рынок в одной временной зоне, расходы ниже, и хороший канадский паспорт могут дать через 5 лет. Процентов 30 вообще всех, кто приезжал за все это время в Латвию, это около диптека. Не обязательно какие-нибудь, не знаю, спутники, это не обязательно какие-нибудь дроны. Это может быть абсолютно любое, скажем так, плюс-минус хардварное производство, которое можно найти. Доставка еды? С доставкой сложно, потому что в маркетплейсе и производители игр государства не признаются технологические компании, которые способны пройти по закону о стартап-визах. Если ты в России на Wildberries, например, продаешь, то ты не являешься IT-стартапом, ты же в интернете продажи делаешь. Да, а там, если ты организовал Wildberries, ты тоже не являешься стартапом. Вот разработчики игр и игроделы в Латвии не являются стартапами. Возможно, это изменится в какой-то ближайшей перспективе, но очевидно, что сейчас есть такое большое количество срочных дыр, которых нужно затыкать, что это точно будет не завтра. Кроме Латвии вы специализируетесь еще на Люксембурге, насколько я знаю. Люксембург никогда не славился тем, что он привлекал к себе стартапы. И в конце 19-го года он объявил о том, что теперь паспорт будут выдавать всем не за 7 лет проживания, а за 5. В Люксембурге присутствует определенное количество очень высокотехнологичных компаний, которые занимаются и 3D-печатью, которые занимаются космической разработкой, потому что для граждан третьих стран рынок Соединенных Штатов недоступен для работы на нем. А вот, собственно говоря, Люксембург пытается нащупать свою нишу. Люксембург очень активно тащит в себе высокотехнологичные компании. Страна, наверное, не предназначена для того, чтобы разворачивать там большие производства, где там есть и стилитейные производства, и, собственно говоря, производство медицинского оборудования. Она идеально подходит для компаний на стадии роста, потому что то, что, не знаю, в Латвии стоит 1000 евро, в Люксембурге стоит 5. Я сейчас молчу про жилье. Обратной стороной этого является, помимо паспорта за 5 лет, бесплатная медицина, прям высочайшего качества бесплатная школа для детей, что огромный плюс. Ну и, соответственно, другие блага включают доступ к финансированию со стороны государства. Более того, Люксембург совершенно нейтральная страна как для Евросоюза, так и для мира. Это одна, действительно, из немногих стран, где такого взгляда, скажем так, а вот вы русские, ты в спину не чувствуешь. Давай сравним. Ты сказал, что переезд в Латвию обойдется 10-20 тысяч долларов. Получается, переезд в Люксембург, это умножая на 4. Я бы не умножал переезд в Люксембурге на 4, но, например, если в той же Риге можно снять квартиру, даже имея на руках карточку ВНЖ, потому что там рынок съемщика, сумма маленькая, и, допустим, ты, как в России, можешь внести сумму за месяц, за следующий месяц, то в Люксембурге это минимум будет 3, в среднем это будет 5, и лендлорд даже не сам, а через своих агентов еще будет смотреть, кому он хочет сдать квартиру, а кому нет. И вот большое количество таких совершенно неожиданных вещей, очень дорогая аренда недвижимости, как жилой, так и коммерческий. То есть там я видел офис, ты маленький, который на четверых стоит по 6, по 5 тысяч евро. Или там, не знаю, безлимитный интернет на телефоне. В Риге в ЛНТ тариф стоит 18 евро или там 15, я даже не помню, сколько он стоит, честно. В Люксембурге он стоит то ли 79, то ли 89. Вот, в месяц. Поэтому вот такие, так сказать, все вроде по чуть-чуть. Очень-очень-очень дорогая еда в ресторанах в силу того, что в Люксембурге минимальная зарплата составляет 2500 евро. А вид на жительство сколько времени занимает получить в Латвии? Ну, месяц, месяц-два, если говорим про Люксембург, то в свете всех ковидных ограничений эта процедура может растягиваться от 2 до 8 месяцев. Вы сейчас находитесь в России? Часть команд в Финляндии, часть в Москве. Есть ли у вас мысли о релокации? Мы задумались об этом еще в 2020 году, в конце года, когда был ковид, когда границы были закрыты. Мы, так как международный сервис, работаем с клиентами не только в России, а по всему миру. Мы задумались, куда бы релокироваться. Ну, или, во всяком случае, открыть второй офис на Европу и на весь мир. И в тот момент в наш поле зрения попала программа «Бизнес Финланд». Мы подали заявку в конце года, и за полтора месяца, в начале 2021 года, мы получили положительное решение по нашей заявке от «Бизнес Финланд». Подали заявку в миграционную службу в Финляндии, нам разрешили получить вид на жительство и открыть компанию на спецусловиях без локальных участников. То есть у меня, я и мои коллеги стали учредителями финской компании в Хельсинки в прошлом году, и мы начали работать. Компания в России обслуживает российский рынок СНГ, компания в Финляндии обслуживает весь остальной мир. Мы получили вид на жительство, пошли в регистрационную палату, открыли компанию. Все. Вы планируете сейчас всю компанию перевозить в Финляндию, еще куда-нибудь в Армению? Об этом только и разговоры есть? Нет. Я как бы продолжу свою стратегию, то есть у нас будет развиваться и финский офис, и российский. Мы не планируем уходить с территории России, мы имеем здесь клиентов, корпоративных клиентов, то есть и представительства иностранных компаний. Я думаю, что есть такой тренд, сейчас многие уходят. Кто-то уйдет, кто-то вернется. Мы развиваемся и здесь, и за рубежом. На вас как-то смотрят косо из-за того, что вы русский, я не знаю, в Финляндии, на других рынках? Потому что есть вокруг нашей национальности вот этот токсик последние годы на Западе? Нет, к нам прилетело сообщение одно единственное на сайт от иностранцев, чтобы мы уходили. Это было единственное сообщение, но, как я говорю, многих бомбит. Если у них как бы отрицательная энергия вышла через это сообщение, и мы им помогли, я рад от этого. Больше не приходило. Мы консультировались с официальными властями Финляндии, то есть они говорят, для нас Россия – это не равно россияне. То есть вы работаете, вы представители бизнеса, вы выстраиваете какие-то новые среды, новые технологии. Поэтому, ребят, мы вас поддерживаем. А с появлением финского офиса стало проще с международными партнерами? Да. То есть, ну, там, понятно, там все и банковские реквизиты, и, скажем так, общение идет уже. То есть они работают с финской компанией. А в чем у вас разница, там, я имею в виду, по налогам, по социальным выплатам, вот к чему готовится, условно, если предприниматель тоже, который нас смотрит, задумается о переезде в Финляндию? Финляндия не самая радужная страна по налогам. То есть меня часто спрашивают, почему в Финляндии? Там есть Кипр, есть Прибалтика, там с нулевой ставкой, Дубай. В Дубае НДС – 24%, корпоративный налог – 20% от чистого дохода, и социальный плюс подоходный, ну, 60% от чистого дохода. Не самые низкие ставки, вот, но Финляндия – это эталонное социальное государство. Есть социальный договор между правительством и народом, то есть они, ставка облагается налог на прибыль. В конце года все на корпоративный счет покупают страховки для сотрудников, там, отдых, еще что-то, там, яхты себе, машины, все на компанию. Потому что в Финляндии невыгодно быть по уровню доходов выше среднего, вот, потому что у них прогрессивная шкала даже на штрафы. Потом мы выстраиваем не только, как бы, в Финляндии, мы выстраиваем международный бизнес, и дальше пойдем, поэтому, я думаю, все оптимизируется. Я не могу сказать, что. Мне как-то это сейчас очень дискомфортно от технологов. Сколько займет по времени перевоз вот компаний хотя бы из четырех человек? В зависимости от того, как, то есть здесь лучше и намного выгоднее комбинировать визы Global Talent и рабочие визы, потому что намного дешевле получится, если фаундер или ко-фаундер получит визы Global Talent, после этого откроют компанию, получат спонсорскую лицензию на свою компанию и наймут сотрудников на визы Skill Worker, на рабочие визы. Соответственно, все это вместе, если мы рассматриваем, что ничего не задержится, визы Global Talent сейчас занимают три недели подготовки, неделю рассмотрения, три недели вышедания визы, полтора месяца, после этого можно открывать компанию, перевозить сотрудников, около трех недель занимает, трех-четырех недель занимает спонс-лайсенс, около четырех-пяти недель занимает визу каждому человеку, три месяца минимум. С точки зрения Британии как-то изменилось порядок подачи заявок, потому что мы видим, что многие международные компании резко реагируют на происходящее событие. Что вот с бюрократией английской? Сейчас вводится ускоренная система рассмотрения виз, во-первых, для украинцев и для любых национальностей, то есть для любых людей, которые находятся сейчас на территории Украины, раз. Второе, ускорение идет для россиян, белорусских, украинцев, которые работают на компании в Великобритании и которые не могут получить деньги на свой счет из-за отключения России от SWIFT. При этом, Тегнейшин также подтверждает, что пока что никаких сложностей для россиян и для белорусов в получении аккредитации быть не должно. Вы можете обозначить сумму, во сколько обойдется переезд компании в ту или иную западную страну, условно, если у вас есть хотя бы 4 сотрудника? На Кипре проводили большой вебинар, коллеги из Кипра озвучили такую цифру, что если у вас выручка, оборот компании меньше 400 тысяч евро в год, вам на Кипре будет как бизнесу некомфортно. В Дубай нужно покупать лицензию, она стоит от 2 до 20 тысяч долларов в год. Имеется в виду то, что разрешение на работу в Дубаях тебя закрепляет за каким-то учреждением или за каким-то арабом, насколько я знаю. Там такая немножко история, что чтобы вести определенный вид бизнеса, надо платить государству за лицензию на этот тип бизнеса. И соответственно, там своя экономика считается, потому что в Дубаях дорогая недвижимость, ты должен ее арендовать, в зависимости от этого ты можешь привозить определенное количество сотрудников. То есть все считается в головах сотрудников. Поэтому если вы удаленно распределенная система, вам не надо перевозить 100 человек, они где-то по миру разбросаны сами, да? Ну вам это будет намного дешевле, чем если вы хотите 100 человек под ключ перевести. Поэтому очень-очень большой разброс. Но понятно, что там это от 100 тысяч евро может начинаться минимум. Перевести какую-то небольшую команду на первый год. Давайте Европа сколько будет стоить? Европа очень разная, потому что можно высадить людей в Барселону, а можно высадить людей в Валенсию, а можно высадить людей в Амстердам. Амстердам будет на 30% дороже Барселоны, а Барселона на 15% дороже Валенсии, мы считали. А дальше можно еще куда-то расползаться, в какие-то регионы, где с помощью, не знаю, спутникового интернета Илона Маска можно оптимально работать. Правда, конечно, все стараются держаться все-таки в городах, где есть какая-то тусовка. Например, Лиссабон. Лиссабон, кстати, тоже подорожал и сравнялся с Барселоной уже почти что. Это сильно можно оптимизировать эти затраты, если переезжать в специальные зоны, типа технопарков. А во многих странах есть такие? Я думаю, что в каждой стране Европы есть десяток хороших технопарков уровня Сколково. Вот здесь, на юге Франции, которые все воспринимают как лазурку, страну для олигархов, да, регион, находится самый крупный научно-технологический парк Сапи-Антиполис. Один из самых больших. Он похож на Силиконовую долину. Тут три города, вокруг них леса, где ходят олени и катаются на велосипедах айтишники. Большой центр по искусственному интеллекту, несколько университетов. Это огромная зона, 2000 гектар. И вот здесь можно получать определенные льготы и финансовую поддержку в том числе. Ну, может быть, вы видите какие-то сложности с перевозкой клиентов. Поручение европейского центробанка блокировать любые денежные операции больше 100 евро по банковским счетам у владельцев с российскими паспортами, не имеющие ВНЖ Европы. Но это санкции. Вот просто по-человечески я не вижу, чтобы кто-то, слышав, что я говорю по-русски, начинался на меня агрессивно смотреть даже. Люди, которые перевозят компании с помощью вашей организации, они сразу получают вид на жительство? Получение вида на жительство – это длительный процесс. Обычно сначала дают въездную визу Д, вы по ней въезжаете, вы ввозите сотрудников. Но этот процесс всегда поэтапный. Сначала приезжает какая-то команда, регистрирует компанию. Сразу скажу, сейчас в Европе открыть компанию, открыть банковский счет, не имея европейского ВНЖ просто невозможно. Нигде. Поэтому должна приехать какая-то команда, все это сделать, потому что номинальные директора сейчас тоже никого не устраивают. И потом оформлять рабочие документы и привозить всех остальных. Ну вот сколько это займет во Франции времени? Шесть месяцев минимум. Но причем все формальности, вся адаптация, выстраивание всей инфраструктуры, которая здесь нужна, это займет минимум год. Ты выглядишь очень спокойным сейчас для бизнесмена из России? Это защита или у вас уже продуманы все ходы наперед? Мне кажется, что это вообще формат мышления бизнесмена, то есть предпринимателя. Предприниматель априори готов к любым черным лебедям. Есть ли у вас мысли о так называемой релокации, новое модное слово? У нас мысли о релокации были еще год назад, еще год назад мы открыли компанию в Штатах, потому что мы были отобраны в акселератор Alchemist, здесь такой для B2B стартапов, это Соединенных Штатов, находится на Калифорнии. Прошли обучение онлайн и планировали запускаться на международных. Есть некая истерия в СМИ. Когда я спрашиваю у наших коллег, которые реалцировались раньше нас, что происходит на уровне констинеров, как реагируют люди, они говорят максимум 3-5 комментариев в Штатах. Стоит ли нам ждать, что от нас отвернулся весь мир, или, может быть, на самом деле все не так плохо для предпринимателей, для людей, кто хочет бизнес делать? Не так плохо для предпринимателей. Во-первых, не стоит забывать, что половина населения Латвии – это русские. Может быть, 30%. В общем, достаточно существенная цифра. Во-вторых, премьер-министр сказал, что он не поддерживает никакие ограничения, которые направлены не на конкретных лиц, а, соответственно, или просто на обладателей того или иного паспорта. И сегодня даже другие министры начали выступать с такой, ну, я бы сказал, неожиданной позицией. Более того, со стороны Министерства экономики тоже есть законодательные инициативы, которые должны стимулировать эти процессы. Что касается бытовой русофобии, ну, я бы сказал, что, безусловно, сейчас время обострения, вот, и достаточно тяжело поддерживать голову в нормальном состоянии. Я думаю, что самое печальное, что это люди, которых там, люди твоего ближнего круга или люди, которых ты верил или поддерживал внезапно, ну, не то, что не разделяет свою позицию, а становится на абсолютно каких-то непримиримых тезисах. Вот. Но я думаю, что это достаточно быстро должно закончиться. Так все тихо, все очень хорошо. По вашему опыту, вот люди, которые переехали, они смогли ассимилироваться внутри европейских рынков, внутри британских рынков или они остались там компаниями, которые просто находятся где-то за пределами России, но работают с Россией? Российские модели, бизнес-модели, маркетинговые воронки очень хорошо заходят в Латинскую Америку вообще без изменений и с большим трудом продаются в Европе. Это было до всех политических событий. Это не связано даже с политическим требованиям, это связано с консервативностью и другой ментальностью. Европа – это воскутное одеяло. Здесь много рынков, каждый из них совершенно другой по ментальности. Экономически как бы они политически объединены, но продать что-то немцам – это не то же самое, что продать что-то французам. Поэтому здесь работать намного сложнее. У нас есть масса клиентов, которых мы пытались вывезти в Европу, здесь не пошло за два года ничего, в Латинской Америке в первый же год огромная выручка. Поэтому надо сразу понимать, что Европа – это лучший регион для жизни людей, которые привыкли к европейскому образу жизни, кому будет очень сложно жить в Латинской Америке или в Китае с совершенно другими условиями, и по климату, и по культуре. Но это совершенно не лучшие страны для ведения бизнеса, с одним исключением, что выходить на ту же Латинскую Америку лучше, будучи европейской компанией. Вопрос с переездом сейчас стал острым. У нас главный офис в Москве, мы ощущаем себя глобальной компанией, видим ценность для глобальных рынков уже. Сейчас по Соединённым Штатам Америки мы ждём просто бизнес. У нас есть процедура, которая проходит, там идёт, автоматически найдёт и идёт. Рынок, который ещё отдельно близкий для нас, который мы хотим открыться недавно оттуда вернулся – это рынок арабских эмиратов. И верим в то, что сейчас эта истерия спадёт и продолжится также взаимоотношение бизнеса. Я верю, что ситуацию вообще в мире устраивает бизнес, потому что бизнес – это созидательный. В общем, настроение – брать под ручку компьютер, принтер и ресторанную качественную еду, и уезжать завтра у тебя нет? Есть задача делать бизнес на международной арене, а чтобы переезжать куда-то и говорить, это не трудно. Я помню, во всяком случае, что было в 1998 году. Там, конечно, ситуация была с не таким политическим окрасом, но многие представительства тоже уходили из России. Я помню, что бывшие дилеры лакшери-одежды вдруг становились лоу-кост-рестораторами, то есть палатки, начали делать картофель и всё остальное. Интересные же истории рождались, поэтому мир не терпит пустоты. Продолжение следует... Продолжение следует...